Мы ехали в эту страну в основном из-за возможности выражать свои убеждения. Нам нравится право, которое у нас не забирают. Хорошо, а однополые люди разве не хотят иметь право выражать свое понимание, свой образ жизни? И они хотят в Америке получить такое же право. И когда они видят в нашем лице... Мы правы, мы перед лицом Божьим, на основании Библии, и понимаем, что это за образ жизни. Но эта страна предоставила нам возможность пользоваться свободой. И нас не притесняют, ну если не притесняют, за наши права. Но это предполагает, что по соседству живут люди, которые практикуют совершенно безбожные какие-то вещи, если исходить из библейских норм. И они мне, естественно, не нравятся. Я хочу их изжить, я хочу их поменять, не знаю, я хочу их покаять, я хочу, чтобы они, не знаю, исчезли. Но я боюсь такого христианства, я бы боялся жить в Средневековье, где церковь имела такой авторитет, но малейшие, с чем ты не согласен с церковью? Тебя на костер. Замечательный человек, сервет, был врачом. Всего лишь разошелся во взглядах с Кальвином на вопрос триединства. Сожгли. Я считаю, что если мы хотим побеждать людей в этой стране, побеждать с перспективы Бога, то мы их побеждаем не за счет большинства, не за счет давления, не за счет того, что мы протолкнули наших людей в Сенат. Мы их побеждаем за счет благодати Божьей, за счет присутствия Духа Святого, за счет того, что мы их не отторгаем. Да, с другой культурой. Да, странно одетые. Да, на одном из богослужений здесь у нас сзади, на втором ряду, сидит парень с девушкой. Она вся татуирована, вся в пирсинге. Нос пробитый, уши пробиты, над бровями. Думаю, кто их привел? Но я смотрел, как они слушали Слово Божье. Они по-русски говорили. Я вам не вру. У меня была такая радость в душе, что эти люди попали к нам в церковь. Что здесь нет вот этого духа отторжения. При этом, да, я согласен с пастором Николаем, если мы, или точнее сказать, благодать Божья не поменяет их, они поменяют нас. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!